В Югре начали обустраивать зимние дороги и ледовые переправы. Чтобы обеспечить транспортную доступность населенных пунктов, в округе построят почти 2500 километров зимников, в том числе 23,5 километра ледовых переправ. Сроки готовности автозимников во многом зависят от погодных условий. Однако по контракту срок ввода в эксплуатацию не позднее 25 декабря. Ответственные службы уже завезли необходимую технику и оборудование. На трассах утрамбовывают снег и послойно намораживают лед на переправах. Актуальную информацию о ходе устройства зимников можно найти на сайте Управления автомобильных дорог. Информация обновляется ежедневно. Напомню, выезд на ледовые переправы до ввода их в эксплуатацию и официального открытия движения запрещен и опасен для жизни. Кроме того, за несанкционированный выезд на неокрепший лед предусмотрена административная ответственность и штраф. Перечень включается зимние автомобильные дороги. Первая. От деревни Кама до автомобильной дороги Ханты-Мансийск-Таллинка по направлению Кама-Озеро-Имитуй. Сведение в эксплуатацию этой зимней автомобильной дороги сокращается расстояние до окружной столицы на 200 километров. Вторая. От села Чембокчина до автомобильной дороги город Ханты-Мансийск-Горно-Правдинск по направлению 98-й километр автомобильной дороги Ирдыш-Причал на село Цингалы. Ежегодно специалисты чрезвычайных ведомств стараются образумить экстремалов, рыбаков и детей. И в период становления ледового покрова выходят в профилактические рейды, чтобы рассказать встретившимся гражданам об опасности тонкого льда. Вы прекрасно понимаете, что нельзя выходить за пределы ограждений? Конечно. Период становления ледового покрова на водоемах является опасным сезонным риском. Ведь начало зимы сопровождается частыми оттепелями. И при такой погоде лед на поверхности воды еще не прочный. А выход на такой водоем часто становится причиной гибели людей. Запрещено, потому что можно провалиться, утонуть и там остаться под глубиной. Мама и папа рассказывают, что на лед нельзя выходить, потому что можно провалиться. Надо следить за детьми. Дети могут без родителей прийти и подумать, что можно по льду. Вроде бы морозно. Но это очень опасно. Конечно, можно провалиться. Глубина-то здесь достаточно большая. Однако не всех останавливает глубина предупреждения и чужие ошибки. Например, на поверхности водоема в районе улицы Озерной невооруженным глазом видны следы выхода людей на тонкий лед. А местами и вовсе натоптаны целые тропинки. Действительно, люди выходят на неокрепший лед. Устанавливаем мы оградительные конструкции с сигнальными лентами, с информационными стендами. Видимо, это не помогает. Конечно же, хотелось обратиться к жителям советского района, чтобы они сознательность проявляли и не допускали таких действий. Потому что это все может печально закончиться. Ранее на берегу водоема специалисты установили аншлаги, запрещающие выходить на тонкий лед. Однако кому-то из приходящих на озеро горожан сигнальная лента помешала. Конструкцию частично нарушили, а предупреждающую об опасности ленту оборвали. Основная цель у нас – это проведение профилактической работы и установка информационных стендов, которые отражают информацию об опасности тонкого льда. Данные конструкции уже установлены повторно. Первые у нас нерадивыми жителями были удалены. Видимо, с какими-то корыстными побуждениями установили повторно уже на замерзший грунт. И сейчас мы, как видим, опять все наши информационные стенды, сигнальные ленты, все нарушены и повреждены. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, беспечно думающих, что их трагедия не коснется. А по статистике выбраться из полыньи или помочь пострадавшему – не всем под силу. А вот угодить в прорубь можно легко. В медионе к социальному проекту «Карта заботы» присоединились уже 16 предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. Напомню, «Забота» – это дисконтная карта, которая выдается членам семей военнослужащих и дает возможность получить скидку при покупке товаров или получении услуг. Так родные бойцов могут воспользоваться картой в магазинах, стоматологиях и парикмахерских города. Оказывают поддержку медионцы и самим военным. Сейчас в городе проходит акция «Тепло родных домашних рук». Для отправки в зону проведения специальной военной операции формируется еще одна машина с гуманитарной помощью. Принимаются в том числе домашние заготовки. Всем желающим подарить бойцам частичку домашнего тепла можно обращаться в местные пункты сбора. Чтобы у них ручки не заверзли. Это 10 штучек перчаточек. Термо-носочки 10 штучек. Теплые носки, варежки, средства личной гигиены и коны – это посылка для военнослужащих. Целую сумку вещей Галина Александровна собрала вместе с тремя подругами. Самая молодая участница таких сборов почти 80 лет, самой старшей – 92. У бабушек традиция такая – приходить в пункт сбора каждый месяц. Каждый божий месяц, как только получаем пенсию, если даже кто-то первый получает, и все равно идет на свои денежки и покупает, а потом уже, когда другие подкупают пенсию, они возвращают. Так что все хорошо, все для наших парней, чтобы только скорее была победа. В этом пункте сбора помощи военнослужащим выдают вещи всем, кто едет в зону специальной военной операции. Каждому складывают обувь, одежду, средства защиты, медикаменты и продукты. Тик-ток приехал из другого региона, подписал контракт в Сургуте. И, как говорится, с порога ощутил поддержку. Помощь, она очень важна, для солдат. Ну и в крае вашем очень хорошее такое обеспечение. Как говорится, я приехал с Алтайского края. Как говорится, все необходимое на первое время, как говорится, и для дальнейших выполнений боевой задачи уже есть. Ну, в вашем регионе, как говорится, более существенная, как говорится, подготовка бойцов, обеспечение, так как денежное, так же и, ну, сами, как видите, и по одежде, и еще почему-то по экипировке. То есть очень достойное. Подписавшие контракт в Югре получают выплаты в размере почти 1 миллион рублей. В эту сумму входят выплаты Министерства обороны страны, региональные и муниципальные. Помимо этого, гражданам из других регионов оплачивается проезд, проживание и питание до отправки. И выплачивается 150 тысяч рублей каждые два месяца несения службы. Также муниципалитет при подписании контракта предоставляет шлем высокой уровня защиты и тактическую медицинскую аптечку. От округа предоставляется рюкзак на 38 позиций, а также нам помогает народный фронт, который также дает парням гуманитарную помощь в виде вещевого обеспечения. Торт на пункте сбора не для бойцов. Так, сургутянин с позывным «Румын» решил поблагодарить волонтеров. Перед отправкой в зону специальной военной операции все необходимое получил именно здесь. По возвращению обещал обязательно зайти в гости и сдержал слово. Был уговор, такой разговор, что баночка кильки и тортик. Пришли поблагодарить. Потому что благодаря им делаю доброе дело. Благодаря им моральная поддержка. То, что понимаем, что мы не одни. Сейчас в пункте сбора помощи военнослужащим нехватка теплых вещей. Требуются носки, стельки, сапоги и спальники. Идея создания единственной в своем роде машины, спроектированной, учитывая передовой и гражданский опыт Супьяна Хужулова, который отлично разбирается в особенностях силовых агрегатов и транспорта, возникла в январе этого года. Очень многим жизнь сохранить она может, потому что она разминирована. У нее основная функция разминирована. После этого эвакуационное действие у нее, как транспортный автомобиль. Этот универсальный автомобиль, который очень нужно. Почти все предприятия участвовали, а конкретно главные инженеры, моторист, механики. В свободное время любой человек подходил, «Да, я что-то сделаю». Никого не принуждали, никого не просили, не заставляли. Все добровольно, все хотели внести свою маленькую частицу в машину. Серьезная и непрерывная работа включала в себя консультации с инженерами, машиностроительными заводами, институтом в Грозном. Для этого на предприятии специально оборудовали и оснастили несколько боксов, закупили токарные и фрезерные станки, приобрели новые кран-балки для цеха подъемных механизмов. Трактор Т-150, который привезли на тралле из Омской области, стал базой для будущего автомобиля. Уже машина готова. Жьем одного редуктора. Но так как пока она с завода придет, нам нельзя останавливаться. Я приезжала неоднократно. Как только начали собирать, как только появился рисунок, с этим поделились, потом как уже сама возникла, мост появился и все остальное. И вот по крупицам, по крупицам я прям наблюдала. И самое главное, я хочу сказать большое спасибо коллективу и, конечно же, Супьяну Султановичу за то, что он смог всех объединить, за то, что с его легкой подачей вот этой мечты, которую он придумал там и прочувствовался, что это очень необходимо сейчас там в такой сложной обстановке, да, победа нам нужна всем, да. И вот он взял и сделал это сам. Общий вес мощнейшего аппарата около 10 тонн. По словам Супьяна Хужулова, в машину вложен не только огромный опыт, но и душа каждого, кто внес свой вклад в создание эксклюзивного транспортного средства. Она действительно там нужна. Вот сзади для воды, емкости с мужиком, она всегда там нужна. Вино, взрыватель, все как положено, спасатель, кузов. Все то, что там в этой машине нужна, она в нем есть. Там очень много разных железа есть, запчасти, мосты, самые мощные мосты, мадаровские стоят, резина, все мадаровское. Давай! Давай! В любое время на ходу можно забирать раненого или что-то, или высадка десанта, свободно может пройти, потому что дверь не надо держать. Первый тестовый заезд прошел успешно. Машина показала маневренность и быстроходность. Благодаря доработкам и реконструкции саперная машина теперь может использоваться и штурмовиками. Топливо, тонна 200 у него, всегда при себе. А сейчас сзади, раньше была она как сидельный тягач, сейчас кузов поставили, так как пулемет надо ставить там. Поэтому это штурмовая машина. Доброволец Супьян Хужулов, находясь в непродолжительном отпуске, помимо завершения работ по созданию спецтехники, вновь подготовил и гуманитарный груз, который возьмет на передовую. На сегодняшний день изготавливаем батареи, пачки на фронт, чтобы отправлять. Это дрова закидывать, чтобы дым меньше было. Чайник ставить, удобные печки. Буржуйки, дарнит, входят продукты, меддокументы, которые собраны, дроны, которые в Екатеринбурге я должен забрать. Поэтому все сюда входит. Потому что для сохранения наших ребят, жизни, дрон – это нужная вещь, УАЗ – это быстрая эвакуационная машина и мобильная. Поэтому много чего. После этого я тоже убедился. Решил свой отпуск, пользуясь, воспользоваться. И решил, за свой счет приобрел два УАЗика, пикапа. Меня просили, если будет один, хорошо. Я сказал, два еще лучше. Поэтому решили, вместо одного два УАЗика взяли, газ установили, чтобы всегда могли заправиться, двигаться вперед. Совсем скоро с завода привезут недостающую деталь для переднего механизма. И уникальная мощная машина станет незаменимым помощником нашим ребятам в зоне СВО. Гуля Елистратова, Алексей Рудич, телекомпания «Пытьях.Информ». У жителей и гостей Белоярского теперь есть современная зона отдыха, где можно проводить досуг в любое время года. Парк «Белая горка» одно из важных достижений муниципалитета. В прошлом году объект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства «Малые города». На его реализацию с федерального бюджета было выделено 70 миллионов рублей. На полученные средства здесь обустроили лыжероллерную трассу, сноупарк, где могут отрабатывать трюки сноубордисты, а также судейский домик с медпунктом, раздевалка и кафе. На берегу затоки расположились сезонные горки для катания на санках и ватрушках. Благоустройство обновленного парка в рамках рабочего визита в Белоярский район оценила губернатор Югры Наталья Комарова. Сцена готова. Место для расположения зрителей, тут же кафе, раздевалки и там есть всесезонная горка, которая сегодня функционирует. Да, востребован, дети сейчас уже катаются, да и дозлы тоже. Тигры, медведи и даже корабль пустыни верблюд. Такого разнообразия, в том числе экзотических животных, в Югре точно не встретишь. За исключением центра туризма и отдыха Парус. Именно здесь открылся новый детский туристический маршрут, разработанный нефтьюганским районом. Первыми гостями стали школьники из Лентора. Сегодня мы очень рады встречаться гостей Сургутского района. Также мы, конечно, очень рады, что состоялось мероприятие, которое вошло в перечень агломерационных. Радует нас также, что в это мероприятие активно влились туроператоры, конкретно Югра Тревел и турагенты. Ребят ждала насыщенная программа. Экскурсия, знакомство с зоопарком, мастер-класс по росписи футболок. Основной частью турмаршрута стал квест под названием «Гравитационный центр лаборатория аномалий». Также ребята прошли ряд станций, где проявили себя как физически, так и интеллектуально. Еще один из основных навыков, которые получили участники работы в команде. Экскурсия в парус проходила в последние дни осенних каникул. Ребята признались, что на скуку не было времени. Набрались сил перед учебой. Понравилось, очень классно. Также увидели много животных, как тигр, медведь, волки, верблюды. Играли, в общем, веселились, смотрели на новых животных, которых мы не видели в жизни. В целом, было очень даже весело, занимательно. В планах организаторов детского туристического маршрута провести экскурсионные поездки в Центр туризма и отдыха «Парус» еще не раз. Большая развлекательная программа для детей и взрослых будет проведена и в новогодние праздники. Анжелика Черногал, Сергей Семеняка, Седьмой канал. Хорошая новость для любителей чтения. В следующем году еще две библиотеки в округе станут модельными. Информацией поделилась государственная библиотека Югры. Так, новые современные пространства будут радовать сургутян и белоярцев. В рамках национального проекта «Культура» Центральная районная библиотека Белоярского и Детская библиотека номер 5 Сургута стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2024 году субсидий из федерального бюджета на модернизацию. В результате жители получат не просто современное пространство для чтения, но и место для интеллектуального досуга и творческого развития. Библиотеки благодаря господдержке обновят книжный фонд, улучшат инфраструктуру и создадут более комфортные условия для посетителей. Также специалисты планируют расширить спектр услуг, предлагая своим гостям разнообразные мероприятия, встречи с авторами и образовательные программы. Первое место Денислам Балаев Медали и дипломы. А победителям вручают чемпионский пояс, кубок и денежный сертификат. Все как положено на престижных соревнованиях. В торжественной процедуре предшествовали тяжелые бои. Для мастера спорта России Денислама Балаева это первое международное соревнование. Но первый блин вышел совсем не комом, а титулом чемпиона. Тем более на кону стояло место в сборной страны. Атмосфера была такая напряженная. Битва за первое место. И еще было давление то, что я как бы в составе сборной России. Из-за этого было давление и психологически было сложно, что будет стыдно проиграть сборнику России в финале. Тимирлан Баматов также входит в сборную России, но юниорскую. Участие в первенстве дало ему опыт международных соревнований и золотую медаль престижного турнира. Даже вот с тем положением, то, что Россия имеет, то, что нам запрещают выезжать куда-либо, Россия уже начинает приглашать всех сюда. И то есть впервые такое, чтобы 16 стран приехало. И то есть некоторым людям даже можно было выполнить норматив мастера спорта международного класса. Спортивная карьера базируется именно на соревнованиях. И чем выше их уровень, тем больше успеха сможет добиться спортсмен. В последнее время из-за санкций россияне лишены такой возможности. Состязания стран ШОС стали весомой альтернативой престижных турниров мирового масштаба. Я был на чемпионате мира в 18-м году, в 19-м году был на чемпионате в Европе. И есть с чем сравнивать. Конечно, этот уровень был именно международных соревнований. Очень высокий уровень. Проведение, организаторы постарались очень. Представительницам женской части команды Нижневартовска повезло меньше. Первыми они не стали, но призовые места все же заняли. Тем не менее, даже просто участие в таких соревнованиях хороший результат. У нас также проводились галлофиналы и профессиональные бои. То есть было на что посмотреть помимо основных соревнований. Сюда съезжается больше участников, более сильных, с которыми действительно очень интересно соревноваться. То есть очень большой уровень. Вартовчане выступали в разделе Point Fighting, где решающее качество, тактика и скорость реакции. Всего в соревнованиях было представлено шесть дисциплин фулл-контакт, лоу-кик, Ка-1, лайт-контакт и сольные композиции, в которых отметились спортсмены из Сургута и Сургутского района. Самый большой урожай медали собрали сургутяне. Два призовых места, шесть вторых и пять третьих. Михаил Светышев, Евгений Лоскутников, Сергей Зайкин, телерадиокомпания Югра, Нижневартовск. Единственная представительница слабого пола в соревнованиях по лазертагу Ульяна Гнусарева дала фору парням. У девушки больше всех точных выстрелов. Ребята меткость за везение не считают. Наоборот, поддерживают ее увлечение. Но легкая доля грусти у них есть, признается Ульяна. Мальчишки сидели, что говорили, молодец, молодец. В принципе, только поддержка от них. Уходят в тиль, так говорится. Грустят, разочаровываются, потому что девочка играет как бы лучше. Для них это не очень хорошо. Реальные винтовки сменили виртуальные. Продумывать тактику и стратегию ведения боя ребята сели за компьютеры. Игра CSGO или Counter-Strike это второе направление комбинированных соревнований Fidgetal, которые с января 2023 года вошли в официальный реестр видов спорта России. Нефтьюганский район тоже не остался в стороне. Ведь это часть работы по профориентации школьников. Центр компьютерных технологий на протяжении последних 10 лет можно сказать взращивает от детского сада будущих инженеров. И мы продолжаем их сопровождать до самого университета. Многие наши выпускники сейчас учатся в технических вузах и в будущем станут инженерами. За победу сражались 12 команд. В течение трех дней они набирали баллы, сменяя компьютерную активность на двигательную, на свежем воздухе. Главное – командный дух, уверены участники. В команде никто не умеет играть. А ты один не сможешь ничего сделать. Потому что там идет вся связка по позициям, что да как. Это будет решающая у нас игра. Пройдем мы в Куфе на Валинию. Победители получили ценные призы от Департамента образования Нефтьюганского района. Ольга Слобоженюк, Юрий Баталов, Седьмой канал. Непогода им нипочем. Первым делом моржи нефтьюганска вышли на освежающую зарядку. Любители холодной закалки с удивительной легкостью находятся без теплой одежды на морозе, которая, кажется, только раззадоривает их. У меня замечательное устранение. Минус болезни, минус плохое настроение, минус килограммы. Прекрасное настроение. Вот захотелось зарядочку сделать с коллективом. Часто делаете? Зарядку каждый день. Занятие на холоде помогает получить огромный заряд энергии на весь день. Однако на этом моржи не остановились. Далее по плану обливание ледяной водой. Кстати, делать это нужно по особой методике, разделяя процедуру на три этапа. Важно понимать все нюансы перед самостоятельной закалкой, чтобы не навредить своему здоровью. Сначала выливаем на живот, потом выливаем на грудь, потом выливаем на голову. Почему? Потому что у нас важнее всего это внутренние органы. Организму нужен именно внутренние органы. После таких водных процедур лучше не вытираться, ведь именно так можно добиться максимального эффекта от обливания. Сейчас мне наполняются позитивные эмоции. Мы действительно едины. И у нас нету ни национальности, у нас нету никаких предвосположений. Мы едины в целях здоровья и долголетия. Поэтому будьте здоровы. Маржи нефтьюганска активно продвигают здоровый образ жизни среди жителей нашего города. Кстати, это мероприятие состоялось в рамках программы профилактики правонарушений в сфере общественного порядка. Каждый желающий может присоединиться к ним, обратившись в группу движения во ВКонтакте. Игорь Шмелев, Рамазан Бурниев, телерадиокомпания «Юганск». Климат-контроль, грязеотталкивающая пропитка, водонепроницаемая мембрана. На выставке продажи можно подобрать верхнюю одежду на любой вкус. Здесь широкий выбор греческих дубленок, финских пуховиков и норвежских халясок. Практически эксклюзивные модели. Из-за последних событий в России закрылись все магазины норвежской верхней одежды «Бьер Ларсен». Сейчас в Ургуте это единственный магазин, где есть уникальная возможность сэкономить на настоящем норвежском качестве и купить куртки в три раза дешевле от официальных сайтов и магазинов. Таких цен больше не будет никогда. Теплые парки выдержат суровые холода до минус 50 градусов. Здесь каждый найдет себе куртку, дубленку или пуховик. Размеры представлены до 72-го. Они не сбиваются, не меняют цвет, отлично переносят машинную стирку и не теряют форму. Зашла в магазин, примерила курточку, очень хорошая. Мех очень приятный на ощупь. Курточка плотная, буду брать. Зашла, посмотрела, мне так понравилась дубленка, я ее приобрела. Обслуживание прекраснейшее, все такие доброжелательные, что без покупки отсюда не уйдешь. В Сургуте, Нижневартовске и Нефтьюганске покупатели ждут ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Выставка продажи будет работать до 12 ноября.